Здравствуйте! Я Микола Руденко и сегодня по заказу наших форумчан я покажу каким станком я делаю пропилы под лады на накладке. Вот так этот станочек выглядит в целом. Вот вы видите штангициркуль, который установлен на рамке. Вот так это все двигается. Это сформированный упор для накладки. Там с другой стороны ступенечка, в которую упирается накладка. Постепенно по соответствии с таблицей я отодвигаю этот упор и делаю соответствующий рез. Теперь сам движок от умелых рук. Ну и теперь загоним внутрь. Вот вы видите, здесь все сделано по принципу. Я тебя слепила из того, что было. Это все какие-то остатки, какие-то куски. Вот это от пианино, это просто ДСП, это от другого пианино. Это я покупал в Харькове. Между прочим, привет тракторам. На тракторах это ДСП было куплено. Вот. И теперь вот эта самая древняя часть установки. Это вот эта вот штука. Конечно, ее так просто не найдешь, если ее нет. Это хороший вал на двух опорах. Здесь подшипники внутри. Здесь все очень хорошо сделано. Очень жестко и четко поставлена получается фреза. Вот. И сюда подходит это стержень. Это уже, конечно, не очень хорошо сделано. Но как на коленках, как называется, я смог сделать. Здесь подшипник скольжения для того, чтобы этот вал не болтался уж так сильно. Вот. Все, конечно, не совсем технически верно. Но у меня, к сожалению, нет возможности изготовить нормальный карданный вал. Для гитарного отдела очень часто все устройства очень мало эксплуатируются. То есть, для того, чтобы пропилить накладку или две, этого устройства вполне хватает. И служит этот станок у меня достаточно много времени уже. Вот сделанные упоры, которые регулируют глубину пила. Получается, вот это основной. А это, получается, вспомогательный, чтобы держать все-таки достаточно длинную панель. Реализованы они достаточно просто. То есть, там углубление, здесь такая немножечко резиночка. Эта штучка немножечко так вот болтается, но вертикально установлена жестко. Специальные укрепления для этого ДСП, чтобы его не повело. Вот так вот регулируется глубина пила. Для чего еще это станок хорошо подходит? С его помощью можно очень быстро напилить контур-обечайки. То есть, кладем контур-обечайки сюда. Можно сразу несколько штук класть, сколько помещается вот здесь вот по ширине. Вот. Кладем, скрепляем их между собой. Например, какой-то палочкой на двойном скотче. Здесь и здесь. Пакет держится так вместе. И прижимаем, и начинаем, получается, пилить пил за пилом. С помощью вот этих вот рисок мы передвигаем уже сделанный пропил к этой риске. И делаем следующий пропил достаточно точно для контур-обечайок. Примерно 6-8 мм. Прозрачная вот эта панель, потому что под нее попадает одно. Один лад попадает под нее. Я сделал взорку стекла, чтобы я хорошо видел, что здесь отмечать. И возможность сделать взору до 650 и 660. Спасибо за внимание.